И всем привет, ребят, с вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору одного интересного устройства на молот, на молот с оглушением. Давно меня просили записать видеоролик с этим устройством и сегодня мы попробуем, потестируем и посмотрим, что творит это безумнейшее устройство в нашем матчмейкинге. Играть мы будем сегодня на нем с Васпи Кам и с дроном Лавкач, ну а по режиму я думаю, что мы сегодня скатаем Рэгби, можно было бы конечно покатать и ЦТФочку, и либо Штурм за атаку, но у меня тут есть одна интересная заданка, связанная с Рэгби режимом, поэтому давайте попробуем скатать в Рэгби и посмотреть, что у нас получится с этим замечательным молотом. Молот этот может очень эффективно работать против овердрайвов противника, а именно контрить их при прожатии, ну и также можно глушить последним выстрелом обоймы в те тайминги, когда вам нужно увести флаг, либо например доставить мяч, либо как-то просто законтрить противника, чтобы улететь от него. Данная легкая табуреточка должна работать довольно-таки эффективно, поэтому будем смотреть, что у нас сейчас получится на ней. Ну и на васп я взял иммунитет от, ой какой говорю иммунитет, взял утяжеление, да, дабы переталкивать где-то противника на точке, если вдруг переталкивать на точках никого не нужно будет, можно будет поменять на какой-нибудь иммунитет более дельный, если это потребуется. Ну а пока мы ждем, пока нас закинет на молоте с оглушением, если честно, я даже не помню, чтобы я когда-либо играл, это устройство я бы выводил с турниров, потому что его не было у нас до определенного времени в контейнерах. И Артемочка мне сказал, чтобы я его вывел, потому что его может вообще и даже не появиться в контейнерах, но потом это устройство появилось, ну а я его уже благополучно на свой аккаунт получил. Запикивает нас на не самую, наверное, приятную и удачную карту, а именно на замечательный стадион, но будем смотреть, что у нас будет на этом стадионе получаться. Соглушение работает примерно половина времени от перезарядки непосредственно самого молота, ну и молоток с оглушением выдается последним выстрелом. То есть, соответственно, в моменте мы можем даже два выстрела выпускать впустую, потом залетать, топить противника, ну и потом при перезарядке уже брать и добивать оппонента. Я вот один выстрел выдал по противнику, оглушил его, и он взял и вышел с карты. Прикольно? Бомбически. Дальность у молота этого довольно-таки плохая, ничего здесь на расстоянии, в принципе, хорошего бомбического сделать, к сожалению, не смогу, но наша задача пытаться доставлять, доставлять мечи и постараться выиграть эту катку. Да, дальность, конечно, ну такая слабенькая, если честно. Это больше устройство для, ну, наверное, такой игры более пассивной, да, если вы, например, там будете стоять где-нибудь в дефчике, на каком-нибудь диктаторе, как мы, например, играли на битве ютуберов в CTF очень много, и был один молодой человек, который играл с этим устройством на диктаторе тяжелом и стоял крайним в дефе, да, то есть это в дефе как раз-таки может очень эффективно работать. А вот что касаемо обычного матчмейкинга и игры, например, на легком танке, то не знаю, ну, наверное, эта карта не самая великолепная и удачная, но мы отчаиваться, конечно же, не будем, будем стараться сейчас выигрывать эту замечательную каточку. Так, я глушануть глушанул, осталось теперь только залететь, бомбочку всунул, наставочку сделал и бомбочкой еще троих типов унес. Вообще просто великолепно, работа залетела. То есть я оглушил того типа, который глушил меня на страйкере и получилось сразу же быстренько доставить. Понятное дело, что этот молот не будет набирать за счет своей пушки большого количества очков, но вот как пушка, как момент, вот, например, стопа, да, вот, то есть я вот сейчас взял очень легко и просто застопил оппонента. Дальше на подборчике, ну, здесь, конечно, я не доставлю, но идея, в принципе, рабочая, да, то есть вы выжимаете последний молот с оглушением в типа, который вас контрит, и потом уже, соответственно, влетаете в определенный моментик. Ну, а расстояние у него примерно, наверное, такое же, как и у дефолтного молоточка. Так, оглушение сунул и доставил. Вот, 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 вот примерно вот так вот надо все это дело выполнять, чтобы работало. Конечно, было бы еще неплохо, если бы дальность была бы чуть больше у этого замечательного устройства, но имеем, что имеем, поэтому, в принципе, наверное, жаловаться сильно не буду. Сейчас я, конечно, зря забрал овердрайв у своего тиммейта, чтобы я его, если честно, не забирал. Офигеть. И молот мой с оглушением куда-то так же улетел непонятно куда и куда, я тоже не знаю. Из-за этого я сейчас улетел на респик, но мы 2-0 уже ведем, и это, конечно, не может не радовать. Так, летим вперед, летим, 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 пробуем сейчас. Блин, я вот все время забываю, что надо разряжать свою обойму, чтобы выдавать замечательный выстрел последней соглушением. Тогда желательно вообще закатывать на базу к противнику уже с имеющимся только одним зарядом, а именно зарядом с оглушением, чтобы он не мог ничего сделать. Я быстро, например, доставил мяч, либо там увез флаг в ЦТФ, и успешно его мог доставлять и реализовывать. Моментик. Так, отлично, сейчас изъеду. Подстопали, доставочку еще одно оформили. Ну, что я могу сказать? Работает, конечно, интересно, но еще бы очки оно зарабатывало бы побольше, было бы вообще великолепно. Но мы ведем 4-0, 4-0, сама идея пока что реализуется и реализуется очень даже неплохо. Так, у нас уже, к слову, 50% овердрайва есть. Тиммейт, нифига себе, мяч где у него скинулся? Я уже думал, чуть подальше скинется. Ладно, ничего страшного. Так, опять я не закидал пару выстрелов. Так, закидываем выстрел, раз. Последнее соглушение. По рельсочке оформляем. 5-0. Если у нас сейчас будет быстрая досрочка, то я думаю, что мы скатаем сейчас еще одну катку. Только уже сыграем в ЦТФ-очке, как я и хотел изначально. Но просто у меня была заданка в регби. Поэтому я уже пикнул регби-режим. Но мы ведем 5-0. Соответственно, скорее всего, если это будет быстрая досрочка, то мы можем еще одну каточку вместе с вами скатать. Так, можно вот так оглушение. Потом бомбочку сверху было бы неплохо. Но там противников уже никаких, к сожалению, не осталось. Так, этого молодого мы забираем. Ну и вот этого викинга-шафта тоже супер. Сам молод, конечно, по балансу, наверное, сейчас является таким более средним. Да, не сказать, что он супер имбовый, не сказать, что он супер плохой. Но устройство при определенных кондициях может давать очень интересный результат. И это факт. Но очки, конечно, оно зарабатывать большие, к сожалению, не будет. Ну и, кстати, что-то как-то моментов, где противник прожимает овердрайв, много не получается зацепить. Чтобы вот, например, я подъезжал к противнику, увидел, как он хочет прожать овердрайв, и я ему в этот же тайминг бутал по кабине и сразу же убирал его овердрайв. Хотя хотелось бы увидеть таких моментов побольше. Так, 7 минут у нас уже прошло. Давайте пробовать доставлять ластовый мячик. Пробуем сейчас здесь через центрик. И затушить, 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 затушить. Доставочка есть. Шикарно. Шикарно, шикарно. Все доставки оформили. 800 очков с досрочкой заработали. Ну и я думаю, что теперь можно полноценно попробовать CTF очку и посмотреть, что эта быстрая, резкая, дерзкая торпеда сумеет показать там. С оглушением. Прикольный молот. Пока что по ощущениям прикольный. Довольно-таки. Но я все-таки, если бы сравнивал бы этот молот с каким-нибудь там фризом или жигой, ну, наверное, все равно бы отдавал бы свое предпочтение призу. Да. Потому что урона в моменте, если надо будет нанести много, этот молот, к сожалению, его нанести не сможет. А вот если надо стопнуть и там увести, либо быстро разрулить ситуацию, доставить на стопщики, это, конечно, здесь может реализоваться. Но в матчмейкинге не такое большое количество таких ситуаций, поэтому я бы, наверное, все-таки, все равно бы свое бы предпочтение отдавал бы фризу. Да, на легком корпусе, на вот такой торпедке. Хотя это устройство тоже имеет место быть. И если вы играете, например, в команде, то такой молот может очень эффективно работать и контрить вражеские овердрайвы. Нас закидывает в катку, в которой мы проигрываем 0-3. 0-3. Ну и будем пробовать сейчас ее как-то камбэкать. Я не знаю, что у нас здесь может получиться. Но если что-то получится, будет прикольно. Будет прикольно. Противник, наверное, не самый сильный. Тиммейты у нас тоже, наверное, не самые жесткие. Но я думаю, что шансы на камбэчную в такой катке у нас определенно есть. Овердрайв на васпике. Надеюсь, что будет тоже быстро у нас копиться. Ну и нужно не забывать всегда выдавать молоточки. Так, возвратик есть, чтобы на последнюю уже молот давать непосредственно замечательный. Ну где доставка? Блин, ужас. Ставь, братанчик, ставь. Ставь, 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 братулечек. Красавчик. Только можно было это чуть побыстрее сделать. И я бы тогда бы, может быть, что-то, что-то уже бы, еще бы увез. Уже бы счет бы 3-2 был бы. Уже бы камбэчная полетела бы у нас красивая. Так, ну и что у нас по иммунитетам у противника? Один иммунитет от оглушения, по которому я только что выдал. Это Крусейдер. Крусейдера Смока. Хорошо. Крусейдера Смока. По ней, наверное, выдавать тогда нет особо смысла. Выдаем по Изиде. Изида сливается. Увозим налево. Широко. Ой-ой-ой, зачепился. Зачепился. Ай, ужасно. Ужасно я уже должен был быть на своем респе. Если бы не зацепился об эту стеночку. Чуть не вошел по габаритам в поворотик. И быстро меня приняли. Ладно, попытка номер 2. Попробуем такую же самую траекторию. Только уже попытаемся не... Ай, блин, Эмми теперь меня тушанули. Тушанули Смоку Эмми. Ну ладно. Хорошо. Давайте пробовать тогда, наверное, через лево. Через право что-то как-то плотно принимают. Может через лево получится. Лаг сервера какой-то происходит. Выдаем первый. Выдаем второй. И третий. Блин, зачепился. Третий. С оглушением. Не понял. Еще один иммунитет что ли? А почему у меня еще с оглушением не вылетело? Не понял. Это же вроде молодой человек, который без иммунитета. Ну да, у него иммунитета нет. А почему я его не глушил? Не понял прикола. Как это работает? Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Офигеть. Сейчас бомбочка тушанула бы. Уф. Еще два должно долететь. Ой, хорошо. Четыре танка сразу вниз. Хорошая была бомбочка. Рабочая, так сказать. Рабочая, рабочая бомбочка. Рабочая. Так, у него иммунитетик. Ну, благо мы его быстро сливаем. Пока что что-то как-то увести не получается. Увести не получается. В моменте что-то как-то уродчика не хватает. Противник старается дефать. Оп, влетели. Хорошо. И улетели. Влетели, улетели. Застопили как раз-таки того молодого человека, который мог бы меня бы слить. И доставочку оформили. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, мне раздали овердрайв. Овердрайв. Это тоже бомбочка. Застопили еще одного типочка. Тиммейта можно подстраховать. Дабы доставка у нас стопроцентная здесь была. Отлично. На подборчике. И от штока до штока легенькая доставочка. Супер. 4-3 уже. Я так не понял, когда наш тиммейт еще один доставили. Мне почему-то казалось, что счет не 4-3. А 3-3. Так, хорошая бомбочка. Шикарная на 4. Танка. Ну и уйти, к сожалению, я не смог. Но бомбы какие заряжаются. Я в шоке просто. 4 типа сейчас улетело от одной бомбочки. Вот это великолепная, конечно, реализация овердрайва Васпика. Так, флаг остался сверху. Красавчик, молодец. Молодец типочек. Какой же ты сильный просто. У тебя, конечно же, противник там. Поэтому, братанчик, стой, 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 стой там. Все хорошо у тебя там. Базу прикрывай там. Будет все четко. Братанчик! Ой-ой-ой, ужас. Ну что ж вы такие-то. Ну вот, не зря я бывает, говорю, что противник мешает иногда меньше, чем свои тиммейты. Чуть я сейчас не улетел. Чуть сейчас все у нас не закончилось максимально печально. Так, влетаем по супер траектории. И улетаем по шикарнейшей траектории. Ах! Молод. Как раз таки вот у этого типа есть иммунитет. А вот если бы не было бы у него иммунитетика, может быть я бы его сумел бы застопить. И как раз таки залететь и доставить еще один флажочек. Но, к сожалению, чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть не получилось. Так, оп. И стопчик холостовый. Так, где флаг? Где флаг? А, флаг там. Я-я-я-я. Ладно, окей, вернули. Хорошо. Выжимаем и улетаем. Летим на противника. Ничего страшного. Оп. Возвратик. Оп. Ну, ну, что ты делаешь, друг ты мой хороший? Ну, это просто ужас. Это просто ужас. Эти тиммейты. Ну, вот смотрите, что он творит. Я уже думал, он еще и в минус упадет сейчас. По красоте. По красоте в минус залетит. Так, нам надо ластовую дать красивую на стопчик. Блин, красивый на стопчик. Не получилось дать. Вот так влететь в моменте, чтобы было четко. Сейчас мы быстренько разрядим два. Третий дам на стоп. Всуну сразу бомбу сверху. По типам. И можно будет попытаться увезти. Давайте так и сделаем. Бахаем так. Буцкаем. Делаем красивую контентовую бомбочку в куполочек. И траекторию, наверное, вот сюда. Какую-нибудь такую. Противник куда-то тоже у нас увез. Куда он только увез? Я не понял. А, уже на базе. Так, мне надо было бы неплохо кому-то скинуть. Вот этот братанчик вроде что-то поменимает. В этой игре. Братанчик, братанчик. Давай, бери флаг лучше. Бери флаг, братулечек. У тебя флаг поконтролировать получше получится. Так, чем у меня точно на воспе. Так, и мне было бы неплохо сейчас бы еще бы один овердрайвик. Там титан. Еще один купол откуда-то нашел. Не знаю, откуда он его нашел. У них два титана. Но сейчас, я думаю, что уже должен, по идее, спадать этот замечательный куполочек. Как раз, когда я подъезжаю. И птичку хорошую на стопчик. И сразу на возвратик. Давай, давай. Хорош, красавчик. И доставочку. Ластовую, красивую доставочку. Есть! Четко, 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 четко. Но в CTF-е это устройство работает поинтереснее, чем в регби. Точно скажу. В CTF-е с ним можно посуетить хорошие вещи. И когда типы дефают, можно реально на BMC неплохо так. Поэтому, если вы используете этот молот замечательный, то я бы на вашем месте использовал его именно в режиме CTF. Ну и вот на таких легеньких, быстреньких комбиночках можно прикольно придумать, как реализовывать. Но насчет фреза я, конечно, от своих слов не отказываюсь. Но это все, знаете, как от ситуации к ситуации не работает. То есть, где-то может быть лучше фриз, где-то может быть лучше молот такой. Когда вы влетаете, четко глушите, например, бомбочку всовываете и улетаете. А где-то, наоборот, может быть нужно больше урона, и вы тогда на фрезе хлоп вдуваете прям очень много и очень жестко и улетаете. Поэтому, такой молот имеет место быть. Как альтернатива и как интерес работает, прикольно. Я на нем, как уже сказал, играю впервые. Поэтому, пробуйте, если у вас есть. Используйте такие комбины, интересные, быстрые, динамичные. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Пишите, что вы думаете по поводу этой замечательной комбинации играли ли, если у вас есть такая на ней. Ну и стоит ли что-то беймсить такое же интересное, быстрое. Если да, то пишите. Будет интересно все это дело почитать. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится у нас в настройках игры, в аккаунтике. Заходите, оформляете сюда тег TeamP, это мой личный тег. И поддерживайте меня, если производите доната в нашу замечательную игру. Ну и соответственно, также имейте возможность поучаствовать в замечательном розыгрыше, о котором все подробно написано в описании к этому замечательному видеоролику. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok